Лида приняла эстафету в честь 105-летия со дня образования пограничной службы Республики Беларусь. Масштабная акция вдоль государственной границы стартовала в седьмой раз с момента обретения страной независимости. Протяженность маршрута более 5000 километров. Состав эстафетной группы прибыл в наш регион, пройдя вдоль границы по участкам Полоцкого погранотряда и Сморгонской погрангруппы, подразделений Лицкого погранотряда, дислоцирующихся в Ивевском районе. Кубок и вымпел в сквере у Кургана Бессмертия встречали командование и личный состав Лицкого погранотряда, представители местных органов власти, учащиеся военно-патриотического класса средней школы номер один, активисты районной, ветеранской и других общественных организаций. Сегодня на очень знаковом месте на Кургане Бессмертия была проведена акция, которая начата Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь в рамках 105-летия пограничной службы. На Кургане сегодня собрались пограничники нашего пограничного отряда, дети военно-патриотических классов, молодежь, члены Белорусского Республики Союза молодежи, ветераны пограничных войск, для того, чтобы отдать память и возложить цветы воинам-пограничникам, которые стояли на бирже нашей страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны, в поствоенные годы различных конфликтов, наши пограничники достойно несли в свою службу. Наши пограничники первостечают гостей и провожают нашу идеальную страну. Наши пограничники застражают нашей безопасности. Они достойно появили себя в рамках конфликта с беженцами, которые по Конвенцию ООН должны попадать в страны как беженцы, но этого не было сделано. Они появили свои чудеса мужества, героизма и человечности, работая с людьми иностранных государств. Также сегодня мы хотим выразить благодарность всем пограничным воинам пограничных служб, которые являются ветеранами. Они проводят большую патриотическую работу с нашим молодым поколением. Также хочется сказать слова благодарности руководства нашего пограничного отряда за тот созданный музей и ту историческую память о истории пограничных войск и пограничного отряда города Лиды, за ту большую патриотическую работу, которую проводит руководство пограничного отряда. Это очень важно, потому что наши ребята видят и понимают, что такое служить, защищать родину, защищать границу нашей страны. Поэтому сегодня в рамках этого мероприятия мы сказали еще раз благодарность нашим воинам-пограничникам в честь 105-летия пограничных войск. Участники и гости эстафеты отдали дань уважения воинам в зеленых фуражках за преданность своему народу как в мирное, так и в военное время. Органы пограничной службы Республики Беларусь – это надежный щит государства, школа патриотизма, мужества и профессионализма. Память о пограничниках, отдавших свои жизни на защите рубежей Родины, почтили минутой молчания. Пограничники традиционно трепетно относятся к истории, к своим традициям. И проведение подобного рода мероприятий, эстафета – это тоже своего рода традиция. Первая эстафета была проведена в период независимой республики в 1998 году. Тогда по результатам ее проведения доложили главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко. Планировано множество встреч с молодежью, с ветеранами, с действующими пограничниками. Конечно, живое общение никого не оставляет безучастным. Мы вспоминаем про историю, про традиции органов пограничного пограничника. Мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Республики Беларусь. Это не только пограничники, это и партизаны, и подпольщики. И наши белорусы, те, кто подвергся геноциду в годы Великой Отечественной войны. Особая страница истории наша, это, конечно же, наша современность с образованием Республики Беларусь, государство, народ Республики Беларусь, руководство страны, руководство ведомства. Огромное усилие приложило по созданию пограничной службы, самой современной пограничной службы, которая бы обеспечивала пограничную безопасность на границах. Вот за годы становления создана инфраструктура, подразделения, вооружены эти подразделения самой современной техникой, оружием, но на прибалтийском и украинском направлениях. Поэтому вот эти все традиции, события, которые лежат в основе истории, для нас очень дороги. И, конечно же, современных пограничников, молодежь, которая прибыла и сейчас проходит обучение, готовится выступить на охрану государственной границы. Поэтому вот эти все традиции, историю стараемся передать, вложить и, в общем-то, сформировать гордость за пограничную службу страны, за нашу прекрасную республику. Эстафета проходит вперед с 10 по 28 мая и финиширует в День пограничника на площади Победы в Минске. Символ эстафеты – кубок, который воплощает историю пограничных войск с момента образования до настоящего времени. Он проследует по всему маршруту и будет передан в музей истории пограничной службы Республики Беларусь. Наше мероприятие, которое проходит уже в седьмой раз на территории Республики Беларусь, это практически эстафета по всем западным рубежам, южная включая, и заканчивается в городе Минске. Для ветеранов-пограничников это напоминание о той пограничной службе, которую мы проходили на разных участках государственной границы. Также те мероприятия, которые ветеранов приглашают для подрастающего поколения, это в приграничных территориях будут встречаться, рассказывать о том, что пограничные войска всегда были на переднем рубеже. Это дает то, что заряд той энергии молодому поколению, для того, чтобы помнили, знали, что такое пограничные войска и для каких целей они нужны, потому что пограничник всегда первый встречает уезжающих, провожает уезжающих всегда грамотные, корректные люди, которые обеспечивают безопасность нашего государства.